Предположим, что хотя бы одно нетривиальное решение у уравнения беля есть. То есть, есть какие-то натуральные числа x и y, что x квадрат минус dy квадрат равно единице. Тогда среди таких решений можно выбрать самое маленькое. То есть, пусть а наименьшее натуральное число, для которого а квадрат минус db квадрат равно единице, где, разумеется, b это тоже натуральное число. Я не забыл написать, но это, конечно, имеем в виду. Оказывается, в таком случае все решения в натуральных числах получаются по такой формуле. x плюс y корней из d это а плюс b корней из d в этой степени. То есть, что нужно сделать? Можно просто возвести, просто полностью раскрыть скобки. Где корень из d возводится в квадрат или в какую-то четную степень, то это идет все в целое число. А где в нечетной степени, то идет вот сюда. Так формируются x и y. Другими словами, вот эту одну формулу можно записать так вот, в виде двух формул. Смотрите, как это делается. Вместо плюса пишем минус, так называемый переход к сопряженному числу. Формула, естественно, не изменится, потому что при вычислении мы пользовались только тем, что корень из d в квадрате это d. Ну, соответственно, минус корень из d в квадрате это тоже самое d. И, имея эти две строчки, сложим. То есть, x плюс y корень из d, x минус y корень из d. В одном случае будет здесь плюс, а потом минус. Когда сложим, получим как раз эту строчку. И другой вариант, вычтем. Тогда получится 2y корень из d, это как раз разность корень из d. Вот, мы сейчас докажем эту теорему. Фактически, вот эта формула, это уже шифровка, это очевидное следствие. А фактически ситуация устроена так. Между прочим, как выглядят решения нашего уравнения в целых числах? Оказывается, нужно просто взять то ли плюс, то ли минус. А показатель степени можно брать нулевой. Тогда получается число 1 плюс минус 1 соответствует тому, что x равно единице y нулю, или x равно минус единице y равно нулевой. И n может быть отрицательным. Давайте поймем, почему вот это очевидно следует из теории. Ведь фактически, когда вы берете уравнение x квадрат, то можно брать здесь положительное или отрицательное. И то же самое, y может быть положительное или отрицательное. Значит, мы должны понять, что можем регулировать знаки как нам угодно. Вот мы формула. а плюс b корме из d в минус первой степени, это а минус b корме из d. Ну, просто потому, что если давно ждем части на а плюс b корме из d, то здесь получится а квадрат минус b д квадрат, а здесь единица. Итак, следствие очевидно. Мы должны теперь доказать теорию. Один из способов, алгебраический, и я его обязательно потом расскажу, он состоит в том, что мы просто смотрим на числа вида x плюс y корме из d, где x и y натуральные числа. И смотрим на числа вида а плюс b корме из d в минус степень. Понимаем, что все такие, конечно, являются решениями, но просто потому, что если у нас есть равенство а плюс b корме из d умножить на а минус b корме из d равно единица, то, возведя его в эндрой степень, мы тоже получаем функцию. Вот, они все являются решениями, а вот числа такого вида как-то там расположены, и анеморически надо понять, что дать по-другому не может быть. Вот это я скажу потом. Это такая возня с иррациональностями, довольно быстрая. Мне кажется, что дать первый раз проще понять, может быть, чуть более длинное, но зато такое убедительное доказательство, основанное на том, как получать из одного решения другое. Смотрите, смотрите. Если у нас есть равенство а квадрат минус db квадрат равно единица, где а и в нормальные числа, то из любого решения мы можем строить большее, ну, и иррит минусе тут, это правильное число, и меньшее. Давайте объясню, как строить меньшее. Пишем произведение вот этих двух скобок, этих скобок, х плюс у корней из д, х минус у корней из д, а здесь а минус б. Вот, чтобы увеличивать, надо здесь написать плюс и здесь минус. Пока уменьшаем, здесь добавлю минус, здесь плюс. а минус b корней из д, а плюс b корней из д. Перемножаем вот эти две скобки, перемножаем вот эти две скобки. Смотрите, когда эти две перемножаем, получается ах минус b и и и д, плюс ай минус bx корней из д. Ну и здесь, когда перемножаем и теперь, то же самое, только минус. Если понять, что сумма чисел здесь разная, то получается вот такое рейтинг, где мы должны подписать в руку. Разность квадратов. Значит, из-за решения мы можем получить решение . При этом у рейтинг просто внимательно. Ведь мы домножаем и тем самым в каком-то смысле уменьшаем. Я сейчас замечу, почему мы получили меньше. А мы могли делать так. Обратное движение. Из пары чисел мы могли, наоборот, получить вот такое . ах плюс б и б и б и б и ау плюс б и б и б. Это пары, конечно, больше. Но в том смысле, что ах плюс б и б и б больше, чем х и ау плюс б и б больше, чем х. Просто потому, что а и б натуральные числа. И вот эти две стрелочки взаимно-обратные. Почему? Потому что если вы домножите на а плюс б корне из д, а минус б корне из д, то фактически вы их здесь домножили на и на это, и на это. А проведение этих слов как раз единица. И здесь то же самое, проведение единицы. Значит, обязательно происходит уменьшение. И наоборот, движение в обратном направлении – это, очевидно, увеличение чисел. Теперь представляем себе множество всех решений в правильных числах вот этого равнения. Мы умеем увеличивать, домножая на х плюс б корне из д, домножая на а плюс б корне из д. Увеличивать и таким образом устроим бесконечно много решений. С этим хитрее мы уменьшаем, конечно, но по формуле не очевидно, что это вообще натуральные числа. Может быть, это просто какие-то целые числа, и тогда, возможно, проблема, что мы получаем, может быть, какое-то из них отрицательное, в общем, непонятно что, и значит, нам нужно сейчас доказать такую лему. Если, у нас а и б были наименьшие, да, вот, наименьшее решение натуральных числ. Так вот, если х и у больше, чем а и б, то эти числа не просто меньше, чем х и у, это очевидно, но они больше 0. Пусть у меня есть натуральные числа а, b, x, y. Если а меньше х, b меньше y, и, разумеется, выполнены все эти равнения, то есть, х квадрат минус 3y квадрата единица, а квадрат минус 3y квадрата единица, а квадрат минус 3y квадрата единица, то это натуральные числа. Вот это очевидно, я объяснял, потому что происходит уменьшение, и обратная процедура увеличивает. Нужно доказать принципиальности. Это число. Отпротивно. Пусть здесь получилось число 0 или вообще отрицательное. Тогда а, y не больше, чем b, x. И смотрите, единица, это x квадрат минус 3y квадрата. x у нас не меньше, чем а, y разделить на b. Значит, здесь пишем больше или равно, а здесь пишем а, y разделить на b в квадрате. Выносим за скобку y квадрат делить на b в квадрате. В скобке остается а квадрат минус db квадрат. А это единица. А, y больше, чем b. Значит, это больше единицы, а здесь было написано, что это а. Получили вот теоретики. Аналогично, похоже очень, числение. Пусть а, x меньше или равно, чем b, y. То есть пусть вот это число оказалось неположительным. Тогда опять пишем единица, это x квадрат минус d, y квадрат. Тут уже оцениваем сверху, потому что x у нас не больше, чем b, y делить на a. Пишем. Опять выносим d, y квадрат делить на a квадрат. И смотрим, что осталось в скобке. В скобке осталось db квадрат минус a квадрат. Это минус единица. Это вообще-то все отличное. Здесь у меня была единица. Получилось, что это минус х. Все. Рево доказано. И значит, вот этот вот процесс умножения на число a плюс b корни из d, увеличивающий, или, соответственно, умножение на a минус b корни из d, уменьшающий, вот уменьшающий процесс обязательно доведет в какой-то момент, ну, что уже закончится, число не может бесконечно уменьшаться. У меня же x и гектуральные числа все время. Не может бесконечно уменьшаться. И значит, в какой-то момент мы придем к паре a, b, вот, и, соответственно, с этой парой по правильным движениям, увеличивающим, мы получим нашу теорему. Давайте я напомню ее формулу. Любое решение получается под такой замечательной формулой. Теперь вопрос. А можно ли здесь написать не единицу, а какое-нибудь число? Число, конечно, не ноль. Потому что если здесь напишем ноль, то очевидно, что из-за того, что это d и квадрат, x и гектуральные должны быть в симуляции. А вот если здесь написать не ноль, оказывается, что дословно такая теорема не верна. То есть, не от такого, что есть одно решение, а из него все получаются вот такие вот. Бывает, что несколько сетей. Но теорему можно точно сформулировать и, в общем, несложно ее доказать. Ну а давайте перед тем, как это делать, все-таки рассмотрим второй способ доказательства этой темы. То есть, сейчас я не буду говорить про это, а сразу буду работать в терминах иррациональных чисел. То есть, просто будем рассматривать иррациональные числа вида x плюс y корней из d, где x и y натуральные числа, и доказывать, что такая формула обязательно будет верна. Алгебраическое доказательство такое. Рассмотрим наименьшее решение в натуральных числах, пару a, b, и, обозначив q, это a плюс b корней из d, посмотрим на диаметрическую прогрессию. 1 qq в квадратную в q и т.г. Это число у нас больше единицы, потому что это натуральные числа. Значит, она стремится к бесконечности и значит, для любой пары натуральных чисел число x плюс y корней из d, где-то окажется, вот оно больше единицы, а это прогрессия стремится к бесконечности. То есть, оно попадет на какой-то отрывал. Пусть здесь вот больше или равно, здесь меньше. Рассмотрим дробь. x плюс y корней из d разделим на u в степени n. Ну, то есть, a плюс b корней из d в степени n. Как положено, умножаем на спряженное число. В знаменателе у нас получается единица в степени n. А в числителе получается что-то. Мы должны раскрыть скобки, перемножить и получаются какие-то целые числа r и s. r плюс s корней из d. r и s целые числа. Вот, смотрите, это число, r плюс s корней из d, больше или равно единице. Да, нажимаете, если оно равно единице, то это то, что вы хотели. Это вот как раз равенство. Вот, поэтому нам интересен именно случай, когда здесь стоит скобки равенства. И при этом число меньше, чем q. Если это было меньше, чем b плюс 1, то, соответственно, делить на q в это получается меньше, чем q. Значит, r плюс s корней из d меньше, чем a плюс b. Корней из d. Если мы сейчас с вами докажем, что числа r и s натуральные, то все будет сделано. Потому что a и b была наименьшая пара натуральных чисел. А у нас число r плюс s корней из d меньше, чем a плюс b. Убедимся, что пара r и s является решением уравнения. Смотрите, она получилась из вот этой формулы. Но, если такая формула есть, то мы можем перейти к сопряженным числам. Написать из d в квадрате d минус. После этого перемножим здесь, перемножим здесь. Получается r в квадрате минус ds в квадрате. А здесь единица, делить на единицу в одной степени единица. Значит, по крайней мере, такое равенство у нас есть. Теперь, почему число r в положительной формулы? Это я могу объяснять даже двумя способами. Первый способ – это просто такая формула. Прибавим s корней из d и вычтем s корней из d. Тогда 2r – это сумма положительного числа и числа r минус s корней из d. Но это же то же самое, что единица делить на r плюс s корней из d. А это положительное число. Сумма положительных чисел положительного. Или от противного. Если вдруг так получилось, что r – отрицательное число, то мы же помним, что r плюс s корней из d было больше или равно единице, но значит больше нуля. Тогда у нас s корней из d больше, чем минус r. Вот это число у нас минус r, r – отрицательное. Оно положительное – минус r. Т.е. можно узнать квадрат. s квадрат t больше, чем r квадрат. Но мы помним, что r квадрат минус ds квадрат – это единица. А здесь получается, что вот это число должно быть в доказательном. r – число не просто целое, но положительное целое число. Ну и теперь от противного докажем, что s – обязательно натуральное число. Если бы s было меньше или равно 0, то тогда r минус s корней из d было бы больше или равно, чем r плюс s корней из d. Но r плюс s корней из d у нас не меньше единицы. Значит, это много не меньше числа, которые не меньше единицы. То есть они оба не меньше единицы. Притом их произведение – единица. Ну, значит, на самом деле здесь есть и равенство, а это как раз соответствует тому, что мы хотели доказать. Алгебраический способ доказательства того, как устроено решение уравнения b мы разобрали. Как устроено решение уравнения x квадрат минус dy квадрат равно c, c – некоторое нулевое число в целых числах. Ну, во-первых, обозначение. Давайте рассмотрим некоторое множество всевозможных пар целых часов, для которых z квадрат минус dt квадрат равно c и z плюс t корней из d больше или равно единице и меньше q. q – это а плюс b корней из d, а и b – вот с левой доски наименьшее решение на нормальных числах в сравнении b, когда в правой части стоит единица. Теорема утверждает, что любое решение представимо очень единственным образом в виде плюс или минус z плюс b корней из d, вот отсюда взявшиеся, умножить на некоторую степень, где n – любое целое число, то есть в положении 0, числа a плюс b корней из d. А тут по крайней из d, возложим в какую-то степень, умножаем на какое-то число отсюда, и берем вот к плюсу и минус. Давайте разбираться. Во-первых, почему это множество вообще конечно? То есть это соответствует качеству серий. Когда мы решали конкретное уравнение пельля, у нас иногда получалось, что решение выстраивается в такую цепочку, а иногда получалось, что таких цепочек одна, не одна, а две, не знаю, там три. Так вот, почему этих самых цепочек, то есть таких пар zt, конечное множество? Очень любое. Очень любое множество пар zt конечное. Смотрите. Если z квадрат минус d квадрат d равно c, то можно вталкиваться. Значит, это число по модулю не больше, чем модуль c, потому что там, где написано z плюс t корней из d не меньше единицы. Значит, здесь меньше или равно модуль c. А теперь, z легко выразить через числа z плюс t корней и z минус корней. Их просто складываем и делим пополам. Если это у нас меньше q, а это не больше c, значит, все это меньше, чем q плюс модуль c пополам. c может быть отрицательным, а модуль тоже, и все хорошо. То же самое, как у чечного t. Это надо вычесть из z плюс t корней из d, z минус t корней из d. Ну и разделить, конечно, на два корней из d. Вот это число у нас меньше q. Это число по модулю не больше модуля c. Значит, получается q плюс модуль c разделить на два корней из d. Не так важно, что делить. Важно, что конечное число вариантов и для z, и для t. Мы доказали конечность этого множества. А все остальное вообще очевидно. Смотрите. Ведь когда дали любое решение, мы, домножив его на минус единицу, если нужно, добьемся, чтобы число x плюс y корней из d было больше нуля. То есть если оно просто больше нуля, то мы переводили с плюсом. А если оно было отрицательным, то мы минусе поставим. После этого мы получаем положительное число. q больше единицы. Значит, если я рассмотрю такой вот ряд чисел геометрическую прогрессию то здесь стремится к плюс бесконечности, а там стремится к нулю. И значит, наше число положительное где-то окажется. Ну, замечательно. Вот оно оказалось между каким-то там числом q в степени n и q в степени n плюс 1. Разделим его на q в степени n. И мы как раз получим число, которое больше или равно единице и меньше. Ну, а то, что это будет решение уравнения перья, это все мы уже несколько раз делали. Надо писать равенство, сопряженное, перемножить. Вот, мы все это сделали. Мы поняли, как устроено множество решений вот такого уравнения x квадрат минус dy квадрат равно c. Оно в основном важна вот эта вещь. То есть, конечное число чисел и бесконечная геометрическая прогрессия. То есть, главное, что есть в исследовании вот этого уравнения, это вот это вот число а плюс до корней литры.